МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Маргарита Кальц. Сегодня в программе. Кто послужило причиной взрыва эмоций у главы МИД ФРГ и посредника в украинском конфликте Франка Вальтера Штайнмайера. Об этом чуть позже, а для начала о том, что произошло в мире за минувшие сутки. Крупнейшая сделка между Москвой и Пекином все же состоялась. Общая цена газового контракта 400 миллиардов долларов на 30 лет. Это самый крупный контракт, заключенный когда-либо Газпромом. Поставки могут начаться в 2018 году. Евросоюз должен снизить свою зависимость от поставок российского газа. К этому призвал вице-президент США Джо Байден во время своего визита в Румынию. По его мнению, это необходимо сделать для того, чтобы Россия не могла больше использовать свои энергетические ресурсы как оружие. Между тем, несколько дней назад стало известно, что сын Байдена вошел в совет директоров украинского нефтегазового холдинга «Буризма». В украинском Николаеве проходит круглый стол по регулированию украинского конфликта. Это уже третья такая встреча за последнее время. Изначально ее планировалось провести в Донецке, однако потом круглый стол решили перенести. Около 50 человек погибли на Балканах в результате наводнения. Однако жертв может быть намного больше. Сообщается, что в Сербии пик паводка ожидается лишь к концу этой недели. В Боснии и Герцеговине, по данным местных властей, начали взрываться мины, установленные во время Балканских войн в 90-х годах. Германия стала второй после США страной по количеству мигрантов. В Организации экономического сотрудничества и развития приток иностранцев объясняют прежде всего увеличением числа квалифицированных специалистов из Восточной и Южной Европы. В европейском авиастроительном концерне Airbus готовятся к возможному сокращению поставок Титана. На случай ужесточения санкций ЕС в отношении Москвы, концерн занялся поиском альтернативы поставщикам из России. Глава МИД ФРГ Франк Вальтерштайнмайер всегда спокойный и уравновешенный политик. Но критика роли Европы в украинском конфликте вызвала бурю эмоций и у него. Тот, кто целое общество называет фашистами, тот и разжигает конфликт, тот и разжигает войну. Вы не правы. Таким Франка Вальтерштайнмайера еще не видели. Яростный крик в Берлине стал его реакцией на критику противников позиции Германии в украинском конфликте. Группа демонстрантов обвинила его в разжигании войны. Тем не менее, Штайнмайер продолжает отстаивать свою позицию. В интервью Deutsche Welle он выразил уверенность в необходимости проведения президентских выборов на Украине. Но, по его мнению, справиться с этой задачей будет непросто. Я бы сказал, это в любом случае игольное ушко. Сейчас в Киеве новое руководство, избранное парламентом. Многие на востоке Украины считают его незаконным. Вот этим критикам мы и говорим. Именно поэтому вы и должны быть заинтересованы в том, чтобы выборы состоялись. И начался процесс легитимизации. В сходной точке зрения придерживается и Андрей Дещица, глава МИД Украины. Он не исключил, что выборы могут помочь наладить диалог Киева с Москвой. Я думаю, что это очень хороший шанс для того, чтобы возобновить наши отношения с Россией. Если Россия признает эти выборы, результаты выборов, независимо от того, кто будет президентом, но сами результаты и выборы как демократические, то это будет хорошим шансом для России возобновить отношения с украинским президентом, новым президентом и правительством. Но каковы шансы у этой перспективы? Насколько вообще реально проведение выборов на Украине 25 мая? Европейские политики не теряют надежды. Во всяком случае, мы сделали для этого все возможное. Под «мы» я имею в виду не только немецких дипломатов, но и многих других. Важную роль в проведении выборов играет ОБСЕ. Я надеюсь, что большинство украинцев, в том числе и на востоке страны, будет иметь возможность проголосовать. Если надежды немецкого политика оправдаются и 25 мая украинцы все же выберут нового президента, то от главы государства и его команды будут во многом зависеть и отношения Киева с Евросоюзом. Мы ведем очень интенсивный диалог с Европейским Союзом. И последние несколько месяцев показали, что у нас есть понимание по очень многим вопросам. И самое главное то, что украинское правительство, украинский парламент, украинское общество хочет вступление Украины в Европейский Союз. Это поддержка более 60% населения. Полную версию эксклюзивных интервью с главами внешнеполитических ведомств Германии и Украины читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. А у меня все на сегодня. О развитии событий смотрите в «Геофакторе» завтра. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин